В Священном Евангелии от Луки, который мы сегодня с вами читали, написано во 2 главе 21 стиха «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве». Ветхозаветное обрезание в крайней плоти всем мальчикам был установлен еще во времена Авраама. И вот, чтобы исполнить все написанное в законе Ветхого Завета, Христа приносят на это обрядное действие. Но вот Евангелие открывает нам глубину события, что именно на восьмой день после обрезания ему дают имя Иисус. Так не называл его ни Иосиф, ни даже Богородица. Это имя было наречено ангелом еще прежде зачатия его в очреве. Послушайте, что пишет об обрезании Христовом Феофилакт Болгарский. «В нем мы обрезаны обрезанием нерукотворным. Дивное благодеяние, что вы во Христе получили обрезание, ибо не человеческая рука совершила это обрезание плоти. Но Дух Святой обрезывает не часть, но весь человек с овлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым». Обряд обрезания заменен в новозаветной церкви таинством святого крещения. И дальше святой Феофилакт Болгарский поясняет. «Там через обрезание, через снятие покрова плоти обнажалась часть тела. Здесь же тело наше избавляется от греха, который мы совершаем плотью. И таковое обрезание совершает не закон, а Христос в крещении, совлекая с нас ветхую жизнь, жизнь греховную и вообще плотскую». И вот очень важная мысль, которую я прочитал у святого Феофилакта Болгарского, которая заслуживает нашего внимания. «Ведь обрезание части плоти предполагает лишение ее человека». А что же было по воскресении? Каким был Христос, когда воскрес? Он был целым. «По воскресении, пишет святой Феофилакт Болгарский, снова восприял оную, чтобы и всем отношении не оказаться с недостатком, подобно как и мы в воскресении получим тело наше в целости». Очень глубокая мысль, касающаяся особенно сегодня, в том числе военной операции на Украине. Кто-то потерял руку, кому-то оторвало ногу, кому-то оторвало стопу. И сколько раненых сегодня бойцов после взрывов, после разрывов снарядов, мин, пострадали телесно. То есть они как бы часть своего тела потеряли. Но при воскресении все будет целым. И когда из мертвых все воскреснут, а этот день воскресения будет непременно, потому что об этом сказал сам Христос, и настанет тот день, когда все услышат глаз Сына Божия, и мертвые, услышавшие, оживут, и пойдут, сотворившие добрые дела, воскрешение живота, а сотворшие дела зла, воскрешение суда. Все будут целыми. Не будет больных, не будет увеченных, не будет безногих, не будет хромых, с вырезанной печенью, аппендицитом. Все будут целые. Вот что будет после воскресения из мертвых. Восстанут все в своей плоти. Больше того, даже в возрасте, в возрасте Христа. Вот потому, дорогие, мы с вами должны сегодня извлечь уроки из сегодняшнего праздника. Во-первых, Христос приходит в этот мир, раздавится как человек, рождается не для того, чтобы жить. Это мы рождаемся для того, чтобы жить. А Христос родился для того, чтобы пострадать. И уже еще младенцем он начинает принимать эти земные законы, в том числе и обрезание. Уже проливает кровь невинную. И кроме того, он упраздняет этот обряд и дает нам новое таинство. В крещении Христовом никто уже не подвергается этому ветхозаветному обряду. Даже потому, что по воскресению оно абсолютно будет ненужным, потому что человек будет целым и не поврежденным ни в чем. Как мы уже говорили, раненых там не будет. Там не будет больных, о чем Церковь напоминает уже здесь, совершая панихиду. Там уже не есть болезней, печалей и воздыхания, но жизнь бесконечная. Поэтому, дорогие, Христос и приходит этот мир, чтобы открыть нам будущность Царства Своего. Он полностью исполняет весь ветхозаветный закон, чтобы никто не мог укорить его, ведь он никак не мог быть наследником Авраама, если не исполнил бы этот обряд. И ни один из иудеев не мог укорить его ни за одно неисполненное ветхозаветное определение. И когда его, помните, осуждали на смерть, даже сам Ирод, которому принесли все его дела, исследовал все его поступки, сказал, я не нахожу ни одной вины в человеке себе. Он ни один закон не нарушил. Его предали на смерть из зависти. Он ни одного не нарушил закона. Он ни одного нехорошего поступка не совершил. И в Таинстве, мы с вами слышали, Христос получает имя. Имя Иисус. Вот потому Церковь и дает имя, возможно, даже изменений при крещении, а Христа назвали вот в этом обряде Иисус. И с тех пор это имя, мы с вами знаем, означает Спаситель. Христос, во-первых, помазанник и Спаситель. Он Мессия и Избавитель всего человеческого рода. С праздником всех вас, дорогие! Да благословит всех вас Христос и Пресвятая Богородица! Богородица!